Вашему вниманию предлагается тема «Социальные стандарты» Международные стандарты Понимание социальной ответственности тесно связано с деловой этикой, защитой окружающей среды, защитой прав человека, социальной политикой, охраной труда и другим В соответствии с руководством ИСО, МЭК стандартизация и смежные виды деятельности Общий словарь под стандартом понимается документ, разработанный на основе консенсуса и утвержденный признанным органом, в котором устанавливаются для всеобщего и многократного использования правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов, и которые направлены на достижение оптимальной степени упорядоченности В широком понимании эти стандарты могут быть обязательными правовыми нормами и необязательными, то есть желаемыми ориентирами Зарубежный социальный опыт опирается в значительной мере на правовые нормы, фиксированные в ряде универсальных международных и европейских договоров, закрепляющих основные социально-экономические права Надо учитывать, что акты европейских организаций в обязательном порядке принимаются и выполняются всеми государствами-участниками В данной теме рассмотрены наиболее важные добровольные международные стандарты, которые могут быть использованы при внедрении социальной ответственности в деятельность организации и социального аудита Подавляющая часть таких стандартов разработана неправительственными организациями, которые свое основное внимание сосредоточили на корпоративной социальной ответственности Для этих международных стандартов характерна определенная специализация, то есть ориентированность на конкретные сферы корпоративной и социальной ответственности Примеры наиболее распространенных международных стандартов – руководство GRI, стандарта А1000, стандарт С и 8000 и другие Глобальный договор ООН 31 января 1999 года генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Кофи Аннен обратился к Всемирному экономическому форуму в Давосе, Швейцария, в попытке придать человеческое лицо процессу глобализации В своем обращении он призвал мировых лидеров бизнеса объединиться и подписать соглашения с обществом, базирующиеся на общечеловеческих и экологических принципах Инициатива ООН преследовала цель объединения фирм и бизнес-организаций, неправительственных организаций, ООН и других международных структур с тем, чтобы найти способы сделать свободную и открытую систему рынкоустойчивой и социальной Результатом явился глобальный договор ООН, который в рамках соблюдения, поддержки и внедрения ряда основных ценностей в области прав человека, трудовых норм, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией определил 10 общих принципов ответственного корпоративного поведения в области прав человека, трудовых отношений и борьбы с коррупцией Глобальный договор является добровольной инициативой, направленной на обеспечение широкого участия самых разнообразных деловых и других организаций Для участия в глобальном договоре любая компания Направляет на имя генерального секретаря ООН письмо за подписью руководителя, в котором выражается поддержка глобального договора и его принципов Выносит изменения в свою деловую практику, с тем, чтобы глобальный договор и его принципы стали частью стратегии, культуры и повседневной деятельности Должна публично поддерживать глобальный договор и его принципы в своих пресс-релизах, выступлениях и т.д. Должна в своем ежегодном отчете, или аналогичном корпоративном отчете, описать, как она поддерживает глобальный договор и его 10 принципов Такого рода отчет о прогрессе является важным инструментом демонстрации практических действий и публичной подотчетности В настоящее время к глобальному договору присоединилось около 4000 компаний Зеленая книга Европейской комиссии Зеленая книга Европейской комиссии поддержкой европейской структуры корпоративной социальной ответственности В 2001 году Европейская комиссия опубликовала так называемую «консультативную зеленую книгу», названную «Поддержкой европейской структуры корпоративной социальной ответственности» Цель этого документа состояла в том, чтобы начать более широкие дебаты по вопросу, как Европейский Союз мог бы поддержать и продвигать развитие концепции корпоративной социальной ответственности на европейском и на международном уровне. В «Зеленой книге Европейского Союза», посвященной социальной проблематике, корпоративная социальная ответственность определяется как концепция, в соответствии с которой компания интегрирует социальное мероприятие и мероприятие по защите окружающей среды в свою деловую практику и свои взаимодействия с акционерами на добровольной основе, признавая при этом, что ответственное поведение способствует успеху в бизнесе. Другими словами, компания в реализации своего стремления получения максимальной прибыли, должна следовать принятому законодательству, следовать этике бизнеса, и быть достойным корпоративным гражданином. «Зеленая книга» рассматривает корпоративную социальную ответственность, КСО, в двух аспектах – внутреннее и внешнее взаимоотношения компании. Внутренняя деятельность компании должна предполагать управление людскими ресурсами на основе таких принципов, как лучший баланс между работой, семьей и развлечениями, равная оплата и возможности карьерного роста для женщин, отсутствием дискриминации при приеме на работу, пополу, возрасту, инвалидности, и другое. Обеспечение безопасности труда на рабочем месте. Адаптацию к изменениям. Например, при реорганизации компании должны приниматься во внимание интересы тех, кого затрагивают изменения и принимаемые решения. Управление экологическими аспектами и природными ресурсами, уменьшение потребляемых ресурсов, вредных выбросов и отходов производства, инвестирование в экологию по принципу «выигрышный-выигрышный», то есть хорошо и для бизнеса и для окружающей среды. К внешним аспектам «зеленая книга» относят интеграцию в местное сообщество путем предоставления рабочих мест, выплаты налогов и другое. Репутация компании как социально ответственной в местном сообществе способствует повышению конкурентноспособности ее продукции, взаимоотношения с бизнес-партнерами, поставщиками и потребителями. Например, построение долгосрочной стратегии компании с учетом нужд и ожиданий потребителей с точки зрения качества и безопасности предоставляемых компанией продукции и услуг. Защиту прав человека Участие в решении глобальных экологических проблем. Например, компании могут способствовать решению экологических проблем по всей цепочке поставщиков. Интегральный подход КСО, изложенный в «зеленой книге», включает в себя Управление социальной ответственностью Подготовку социальных отчетов и их аудит, в частности в соответствии с руководством GRI подготовки отчетов в области устойчивого развития компании и стандарта МАА-1000 по процедурам и процессам социальной отчетности. Социальная и экологическая маркировка Социально ответственное инвестирование Международная организация труда Международная организация труда, МОД, наряду с принятием международных конвенций, развивает добровольные инициативы с целью обеспечения всем людям право на свободный, достойный и безопасный труд, в том числе и право на здоровые и безопасные условия труда. МОД стремится реализовать комплексный подход, позволяющий свести воедино все усилия и действия, направленные на повышение эффективности предпринимаемых социальными партнерами мер по безопасности и охране труда, включая нормотворческую деятельность. Своды правил и руководство Международное техническое содействие Анализ статистических данных и распространение информации Согласно концепции достойного труда, МОД, признаками достойного труда являются Продуктивная деятельность или производительный труд, способные обеспечивать конкурентноспособность страны, справедливый доход для работника, безопасность на рабочем месте, социальная защита от безработицы, в случае беременности, необходимости ухода за ребенком, пенсионное обеспечение, перспективы личностного роста, активное участие в принятии важных управленческих решений, через профсоюзы и ассоциации предпринимателей, Равные стартовые позиции и возможности для обоих полов Современный стратегический подход МОД к решению проблем обеспечения безопасности труда и сохранения здоровья работников на каждом рабочем месте основан на фундаментальных принципах профилактики и системного подхода на всех уровнях Стандарты МОД Системный подход к управлению охраной труда предполагает в каждом государстве наличие документально оформленной государственной политики в области охраны труда Национальной организационной структуры управления охраной труда Документально оформленной национальной программы действий в сфере охраны труда Ежегодно публикуемого национального доклада о состоянии и условиях охраны труда в стране Развитие национальной культуры охраны труда Практика показала, что управление охраной труда, осуществляемое на системной основе на всех уровнях управления, общегосударственном, региональном, местном, муниципальном, корпоративном, частном, является наиболее эффективным инструментом усиления действенности всех требований, программ, мероприятий и конкретных практических действий, направленных на улучшение условий труда и повышение его безопасности Огромная роль добровольных документов, стандартов, МОД как первоосновы продвижения принципов и методов охраны труда, а значит, и достойного труда Для эффективного решения этих вопросов на практике МОД приняла в 2001 году руководство по системам управления охраной труда МОД СУОД-2001 Это руководство явилось результатом многолетних работ и обобщения мирового опыта по системам управления безопасностью на уровне предприятия В настоящее время это руководство является единственным в мире официальным нормативным документом по управлению охраной труда, принятым международной организацией Руководство МОД уже переведено на 14 различных языков 21 страны, в том числе на русский язык, и официально введено в качестве национального нормативного документа в 8 странах Например, национальное руководство Японии по системам управления охраной труда соответствует многим положениями МОД СУОД-2001 Среди государств Азии, разработавших национальное руководство на базе МОД СУОД-2001 можно назвать Китай и Малайзию Ряд европейских государств также ориентируется на применение МОД СУОД-2001 В Финляндии и Норвегии действуют системы управления охраной труда, полностью соответствующие МОД СУОД-2001 на национальном уровне и на предприятиях В настоящее время во Франции проводятся работы по использованию руководства МОД СУОД-2001 не только для разработки систем управления охраной труда, но и для их аудита и сертификации Многие государства СНГ уделяют самое пристальное внимание системе управления охраной труда МОД СУОД-2001 и рассматривают возможность применения такой системы управления на практике для облегчения торговых и научно-технических связей между государствами Стандарт САЙ-8000-2001 Стандарт САЙ-8000-2001 Социальная ответственность был разработан для того, чтобы предприятия могли подтвердить использование социально ответственных подходов в своем бизнесе Стандарт разработан Международной неправительственной организацией по правам человека Международная социальная ответственность САЙ – деятельность, которая направлена на улучшение рабочей среды и общества посредством разработки и внедрения стандартов социальной ответственности В 1996 году САЙ созвала Международный консультативный совет, состоящий из многих заинтересованных сторон, для разработки САЙ-8000 – стандарта на систему социального и этического менеджмента, применяемого на добровольной основе Его требования базируются на конвенциях Международной организации труда и других организаций по защите прав человека А независимая система верификации основана на процедурах, применяемых при сертификации по стандартам ИСА серии 9000 и 14000 Стандарт САЙ-8000, впервые опубликованный в 1997 году и пересмотренный в 2001 году, может быть применен к любой организации, независимо от ее размера и формы собственности В этот стандарт заложены следующие требования Работодатели не должны нанимать детей моложе 15 лет Работодатели не должны заставлять работников работать против их воли Работодатели с учетом специфики отрасли промышленности, в которой работает компания, и определенных факторов опасности должны обеспечить безопасные условия труда и предпринимать соответствующие меры для предотвращения несчастных случаев и ущерба здоровью, являющихся следствием работы или происходящих в ее процессе Путем сокращения, в возможных пределах, факторов опасности, характерных для производственной среды Работники должны иметь свободу в ведении переговоров с работодателями, создавать профсоюзы и становиться их членами по своему выбору Запрещается применение или поддержка дискриминации при найме на работу, оплате, предоставлении доступа к обучению, повышении в должности, увольнении или выходе на пенсию на основе расы Национальной принадлежности, вероисповедания, инвалидности, пола Сексуальной ориентации, принадлежности к какой-либо организации, политических взглядов или возраста Работодатели не должны использовать или поддерживать телесные наказания, психологическое или физическое насилие или словесное оскорбление Работники должны получать, по крайней мере, установленную государством минимальную заработную плату Вычеты из заработной платы не должны производиться в качестве дисциплинарной меры Стандартная рабочая неделя должна определяться законодательством, но не должна на регулярной основе превышать 48 часов Персонал должен иметь, по крайней мере, один выходной день за каждый семидневный период Вся сверхурочная работа должна оплачиваться в размере выше обычного и ни в коем случае не должна превышать 12 часов на работника в неделю Система менеджмента должна быть стандартизована Стандарт SA-8000 предназначен для целей сертификации, подтверждения соответствия требованиям стандарта Что может служить гарантом того, что продукция, услуги, произведена, оказаны, в соответствии с общепринятым и социально приемлемым набором ценностей Система менеджмента, основанная на требованиях SA-8000, имеет общее требование с международными стандартами и со серией 9000-14000 Нефинансовая отчетность В последнее время все большее распространение получают стандартизированные формы отчетности В европейской практике наиболее распространенными стандартами социальной отчетности, основанными на комплексном подходе к оценке деятельности компании, являются стандарт руководства GRI, разработчик Глобальная инициатива по отчетности, Амстердам, и стандарт АЛА 1000, разработчик Институт социальной и этической отчетности, Лондон Оба стандарта, тем не менее, являются результатом кропотливой работы международного коллектива экспертов из Европы, США, Австралии, Индии и Южной Африки Принципиальное отличие этих документов от стандартов серии ISO и SEI заключается в том, что самым важным элементом социально-этической отчетности или отчетности в области устойчивого развития является взаимодействие, диалог с заинтересованными сторонами, общественностью, стейкхолдерами Глобальная инициатива по отчетности, GRI, независимый институт, миссия которого, разработка и распространение признаваемых по всему миру руководящих принципов и рекомендаций Руководство GRI, по представлению нефинансовой отчетности в области устойчивого развития Руководство GRI предназначено для добровольного применения организациями, отчитывающимися по ключевым показателям своей экономической, экологической и социальной деятельности В работе GRI активно участвуют корпорации, международные организации, неправительственные организации, бизнес-ассоциации, университеты, а также другие лица и организации по всему миру На сегодняшний день более 800 организаций в 45 странах готовят социальные отчеты на основе рекомендаций GRI Первая версия документа была принята секретариатом GRI в 2000 году В 2006 году принят документ третьего поколения GRI, подготовленный с учетом предшествовавших публичных обсуждений с участием представителей бизнес-сообщества и органов государственной власти Руководство по отчетности Система отчетности GRI предназначена для использования в качестве общепринятой системы отчетности в отношении экономических, экологических и социальных результатов деятельности организации Система предназначена для использования организациями любого размера, отрасли и местоположения Она учитывает особенности деятельности широкого круга организаций, от малых предприятий до многоотраслевых компаний, действующих в глобальном масштабе Руководство по отчетности в области устойчивого развития содержит принципы, определяющие содержание отчета и обеспечивающие качество представленной информации В него также входят стандартные элементы отчетности, состоящие из показателей результативности, и других характеристик, и рекомендации по конкретным техническим вопросам отчетности Эти элементы считаются одинаково весомыми и значимыми для каждого из показателей результативности, включенных в руководство Разработаны протоколы к показателям Эти протоколы содержат определения, рекомендации по сбору и обобщению информации, а также другие сведения, призванные помочь составителям отчетов и обеспечить единообразную интерпретацию показателей результативности Принципы отчетности Руководство описывает три основных элемента процесса отчетности, существенности, охвата заинтересованных сторон, контекста устойчивого развития и полноты, вместе с кратким набором критериев, позволяющих оценить соблюдение каждого принципа Применение этих принципов вместе со стандартными элементами отчетности позволяет определить темы и показатели, которые должны быть отражены в отчете Принципы сбалансированности, сопоставимости, точности, своевременности, надежности и ясности, наряду с критериями, могут использоваться для обеспечения соответствующего качества информации, включаемой в отчет Элементы и стандарты отчетности Стандартные элементы отчетности руководства приводят информацию для включения в отчетность, которая значима и существенно для большинства организаций, представляет интерес для большинства заинтересованных сторон, относящуюся к и трем типам стандартных элементов Стратегия и характеристика Элементы, определяющие общий контекст, необходимые для понимания результатов деятельности организации, такие как ее стратегия, характеристика и корпоративное управление Подходы менеджмента Элементы отчетности, описывающие то, как организация реагирует на определенный список тем, и определяющие контекст, необходимые для понимания результатов деятельности организации в конкретной области Показатели результативности – показатели, дающие сопоставимую информацию об экономических, экологических и социальных результатах деятельности организации. В качестве примера в приложении 2 приведены показатели экологической результативности и результативности подходов к организации труда и достойного труда, разделенные на две группы – основные и дополнительные показатели. Серия стандартов АО-1000 – набор эффективных инструментов и стандартов управления нефинансовой отчетностью и обеспечения ее качества, включающие в себя три стандарта. АА-1000 – основные положения, 1999. АА-1000 АЭС – стандарт верификации, 2003. АА-1000 АЭС и ЭС – стандарт взаимодействия с заинтересованными сторонами, 2006. Серия стандартов АА-1000 Серия АА-1000 определяет отчетность как сочетание следующих элементов – прозрачность, отчетность перед заинтересованными сторонами, реагирование, реагирование на запросы и оценку отчетности и деятельности со стороны заинтересованных сторон, соблюдение нормы стандартов, соблюдение стандартов, которые организация приняла на себя добровольно, а также правила постановлений, которые она должна соблюдать по закону. Серия АА1000 помогает организациям наладить систематическую отчетность с участием заинтересованных сторон по определению стратегий, политики и программ, а также соответствующих количественных и качественных показателей систем обмена информацией, которые служат эффективным руководством для принятия решений, осуществления деятельности компании и достижения показателей ее устойчивости. Основные положения предусматривают интеграцию социальных аспектов в организацию бизнеса. Важнейшая идея стандарта – повышение подотчетности бизнеса обществу за счет максимального вовлечения всех заинтересованных сторон, учета их мнения при анализе деятельности компании. Стандарт определяет и раскрывает следующие процедуры для организации при подготовке нефинансовых, социальных и этических отчетов, взятия обязательств и установления процедур управления, определения заинтересованных сторон, стейкхолдеров, выработка, пересмотр ценностей. Определение, идентификация, проблем, определение границ процесса, определение индикаторов, сборы информации, анализ информации, постановка целей и разработка плана улучшений, подготовка отчета, аудит отчета, представление отчета и обратная связь. Создание и внедрение системы поддержки процесса отчетности. Стандарт предполагает проведение аудита, независимого внешнего и внутреннего, процесса отчетности, включая аудит социального и этического отчетов и определяет процесс такого аудита и его качества. Стандарт нефинансового аудита, верификации, АА-1000, это общеприменимый стандарт оценки отчетности организации по показателям ее устойчивого развития, а также оценки лежащих в его основе процессов, системы уровня компетентности. Стандарт дает представление о ключевых элементах процесса верификации. Охватывает весь диапазон показателей деятельности организации, то есть показатели устойчивости. Оценивает полноту понимания организации и показатели ее собственной деятельности и ее влияния на внешнюю среду, а также учитывает мнение об этом заинтересованных сторон. Особо выделяет существенность содержания отчетности для заинтересованных сторон и точность раскрываемой информации, а также обращает внимание на политику организации соблюдения обязательных норм. Закладывает основу для публичных заявлений о соответствии, которые будут способствовать возрастанию доверия к публикуемым отчетам по обеспечению устойчивости. Оценивает способность организации реагировать на запросы заинтересованных сторон и тем самым, рассматривает отчетность как часть постоянного взаимодействия с ними. Учитывает не только текущее состояние дел, но и возможное изменение ситуации, то есть не только то, как организация выполняет заявленную политику и достигает поставленных целей, но и то, насколько она способна соответствовать будущим стандартам и ожиданиям. Поддерживает и объединяет различные подходы к верификации качества, в которых задействованы многочисленные верифицирующие организации. Применим к организациям различных видов и размеров. Требует от верифицирующей организации подтверждение ее компетентности. Стандарт АЛ-1000 дает основу для аудита, как предназначенных, так и непредназначенных для публикации, отчетов, составленных с учетом конкретных норм и рекомендаций. По необходимости он может быть адаптирован отчитывающейся организацией. Стандарт разработан так, чтобы соответствовать рекомендациям по отчетности устойчивого развития глобальной инициативы по отчетности, GRI, и развивать эти рекомендации, а также другие связанные с ними стандарты. Кроме того, стандарт АЛ-1000 призван дополнять и расширять использование специализированных стандартов верификации и рекомендаций по их применению в целях отчетности по устойчивому развитию. Например, в отношении проверок соблюдения норм охраны труда на предприятиях, соблюдения принципа многообразия при приеме на работу или показателей выброса углерода и другое. Международная организация по стандартизации Международная организация по стандартизации, ИСО, создана в 1946 году. Советский Союз был одним из основателей организации, постоянным членом руководящих органов. ИСО определяет свои задачи следующим образом. Содействие развитию стандартизации смежных видов деятельности в мире с целью обеспечения международного обмена товарами и услугами, а также развитие сотрудничества в интеллектуальной, научно-технической и экономической областях. Стандарты ИСО представляют собой тщательно отработанный вариант технических требований к продукции, услугам, что значительно облегчает обмен товарами, услугами и идеями между всеми странами мира. Международные стандарты ИСО не имеют статусы обязательных. Любая страна мира вправе применять или не применять их. Решения вопроса о применении международного стандарта ИСО связаны в основном со степенью участия страны в международном разделении труда и состоянием ее внешней торговли. Сфера деятельности ИСО касается стандартизации во всех областях, кроме электротехники и электроники, относящихся к компетенции Международной электротехнической комиссии, МАЭК. Некоторые виды работ выполняются совместными усилиями этих организаций. Кроме стандартизации ИСО занимается проблемами сертификации. Наиболее широкое распространение получили международные стандарты управления серии 14000 – экологический менеджмент и серии 9000 – менеджмент качества. Стандарты ИСО серии 14000. Основным предметом стандартов ИСО серии 14000 является система экологического менеджмента – СЭМ. Поэтому центральным документом серии считается ИСО 14001-2004, система экологического менеджмента – спецификация и руководство по применению. В отличие от остальных документов, все его требования являются аудируемыми. Считается, что соответствие или несоответствие им конкретной организации может быть установлено с высокой степенью определенности. Именно соответствие требованиям стандарта ИСО 14001 является предметом формальной сертификации. Стандарты ИСО 14004-2004 выступают в качестве разъявления требований ИСО 14001, дающего дополнительные рекомендации по созданию и функционированию систем экологического менеджмента. Стандарты ИСО 14001 и ИСО 14004 разрабатывались с учетом опыта применения принципов всеобъемлющего менеджмента качества, отраженного и в стандартах ИСО серии 9000, к вопросам охраны окружающей среды и рационального использования ресурсов. В свою очередь, опыт разработки и применения стандартов ИСО 14001 и ИСО 14004 был учтен при создании стандартов ИСО 9001 и ИСО 9004 в версии 2000 года. В настоящее время обе серии стандартов являются полностью совместимыми. Сейчас также ведется работа над выпуском новых версий ИСО 14001 и ИСО 14004, в которые вносятся уточненные и более доступные для понимания формулировки. Другие стандарты и технические отчеты, ТР, ИСО, входящие в серию 14000, посвящены подходам, которые могут использоваться предприятиями и организациями для снижения воздействия на окружающую среду. Все эти стандарты носят характер рекомендательных, но в силу их рамочного характера им следует большинство организаций, развивающих системы экологического менеджмента или применяющих соответствующие подходы и инструменты независимо. Стандарт ИСО 19.011 заменил ИСО 14.010, ИСО 14.011 и ИСО 14.012 описывает требования к экологическому аудиту, общее требование к аудиторам. Стандарты ИСО 14.020, ИСО 14.021, ИСО 14.024, ИСО, ТР 14.025 описывают общее требование и различные подходы к экологической маркировке, включая самодекларацию, маркировку на основе результатов исследования жизненного цикла продукции и т.п. Стандарты ИСО 14.031 и технический отчет ИСО, ТР 14.032 посвящены принципам оценки экологической результативности деятельности по контролю экологических аспектов. В них описываются основные принципы разработки и даются примеры использования систем экологических показателей. Стандарты ИСО серии 14.000 включают также глоссарий в данной области, ИСО 14.050-2002. В 1998 году был опубликован технический доклад ИСО, ТР 14.061. Информация в помощь организациям, работающим в лесном хозяйстве, по использованию стандартов систем экологического менеджмента ИСО 14.001 и ИСО 14.004. В 2002 году, ИСО, ТР 14.062. Интеграция экологических аспектов в процесс проектирования и разработки продукции. В целом, система международных стандартов ИСО серии 14.000 становится все более глубоко проработанным, обширным набором инструментов в области экологического менеджмента для предприятий и организаций самых разных направлений деятельности. На сегодня, серия ИСО 14.000 отражает опыт организаций лидеров в области экологического менеджмента, при этом представляя собой общепризнанные подходы к организации природоохранной деятельности предприятий, организаций. Стандарт ИСО 26.000 С 2005 года ИСО активно занимается разработкой международного стандарта ИСО 26.000 «Социальная ответственность». Для реализации этой задачи была создана рабочая группа, состоящая из представителей шести категорий стейкхолдеров, потребителей, правительства, бизнеса, рабочих, некоммерческих организаций, НКНО и услуг, поддержки, исследований и других. Рабочая группа формируется из экспертов, назначенных выразившими желание участвовать организациями-членами ИСО, внутренними партнерами, техническими комитетами ИСО, МЭК и внешними партнерами. Внешнее партнерство открыто для любой международной или крупной межрегиональной организации, проявившей заинтересованность и готовность участвовать в работе. В настоящее время в работе рабочей группы принимают эксперты практически всех ведущих организаций в области социальной ответственности, в том числе ООН, GRI, SIA и других. Международный стандарт ИСО 26000 представляет из себя руководство, дающее основополагающие принципы и рекомендации в области социальной ответственности, применимые ко всем типам организаций. Стандарт не предназначен для применения в целях сертификации. Цели стандарта. Повышать уверенность и удовлетворение по отношению к организации со стороны ее потребителей. и других стейкхолдеров. Согласовываться с действующими документами, международным договором и конвенциям, другими стандартам ИСО и непротиворечить им. Структура стандарта ИСО 26000. 0. Введение. Информация о содержании стандарта руководства и обоснование необходимости его разработки. 1. Область применения. Определение объекта стандарта руководства, области и предела применимости. 2. Нормативные ссылки. Перечень документов, при их наличии, которые необходимо использовать совместно с данным стандартом. 3. Термины и определения. Идентификация используемых в стандарте руководствий терминов, для которых необходимы определения, и подготовка таких определений. В первую очередь, термина «социальная ответственность». 4. Контекст социальной ответственности, применимый для всех организаций. История и современное состояние социальной ответственности. Вопросы, вытекающие из природы понятия социальной ответственности. Соответствующие вопросы, имеющие отношение к стейкхолдерам. 5. Принципы социальной ответственности, применимые к организациям. Определение набора принципов социальной ответственности на основе анализа различных источников и предоставления руководства по этим принципам. Соответствующие вопросы, имеющие отношение к стейкхолдерам. 6. Руководство по ключевым объектам, вопросам. Предоставление отдельного руководства по ряду ключевых объектов, вопросов и их привязка к организациям. Соответствующие вопросы, имеющие отношение к стейкхолдерам. 7. Руководство по практической реализации социальной ответственности в организациях. Практическое руководство по применению и интегрированию социальной ответственности в деятельность организации, включая такие вопросы, как политика, практика, подходы, идентификация вопросов, оценка деятельности, отчеты и взаимодействие. Соответствующие вопросы, имеющие отношение к стейкхолдерам. 8. Приложения. При необходимости в стандарт могут быть включены приложения. Благодарим за внимание.